Зависимость от независимости. Два решающих дня для Каталонии. Президенты этого испанского региона ожидали сегодня окончательного ответа, собирается ли он провозглашать независимость или нет, но снова не дождались. А вот Мадрид теперь уж точно намерен сказать свое веское слово. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Максимальное напряжение, страх и неопределенность. Заголовки в испанской прессе отражают ситуацию в Каталонии. Местные жители гадают, чем закончится сегодняшний день. И прогнозы неутешительны. Похоже, что произойдет лобовое столкновение поездов. Мне очень жаль, мы идем к худшему из возможных сценариев. И главное, что мы сами виноваты. Уже с раннего утра у парламента усиленные наряды полиции. Здесь созвали внеочередное заседание, на котором президент региона должен огласить, каким же будет будущее Каталонии. А в это же время на масштабную акцию собираются студенты. Они не пошли на занятия, чтобы своим присутствием подтолкнуть лидера к принятию решения. Мы собрались сегодня, чтобы призвать каталонское правительство воплотить в жизнь решение, принятое 1 октября на референдуме. И провозгласить независимость. Время пришло, и люди не будут больше ждать. Карлос Пучдемон вчера до поздней ночи. И сегодня с утра проводил консультации с министрами. До последнего оставалась загадкой, каким же будет решение каталонского президента. И в любом случае оно бы оставило многих недовольными. Радикальный шаг провозглашения независимости еще больше разозлит центральную власть. А любое другое решение разочарует сторонников отделения. Но Карлос Пучдемон поступил еще более непредсказуемо. Лидер Каталонии вообще отменил свое решающее выступление. Потом передумал и все-таки появился перед журналистами, чтобы не сказать ничего конкретного. Моя ответственность заключается в том, чтобы исчерпать все возможности в поиске политического решения конфликта. Я был готов сообщить о досрочных выборах в парламент Каталонии. Но мы не получили адекватных гарантий от Мадрида. Теперь все внимание переключается на Мадрид. Завтра там состоится заседание Сената, где будут голосовать за применение 155-й статьи Конституции. Согласно которой правительство Каталонии будет отстранено, а регион лишится автономии и перейдет под контроль центральной власти. Цель применения статьи 155 – возобновление закона. Ведь все хотят жить в стране, где действует закон. Пока в регионе царит смятение. Одни призывают выходить на бессрочную акцию в поддержку независимости. Другие рады, что ничего плохого не произошло. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова